Комиссия конкурса «Приднестровское качество» сегодня приехала на столичный молочный комбинат. На конкурс ТМК в этом году представляют продукцию, спрос на которую держится много лет. Комиссии показали цеха и дали попробовать сметану и сыр Ирина Руснак с подробностями. Классика всегда в моде. То же самое можно сказать про продукцию терраспольского молочного комбината. Вот, к примеру, сметана ТМК. За последние пять лет не потерялась среди привозных конкурентов. Вот та самая зеленая сметана на этикетке с котиком, как выяснилось, это самая популярная сметана в «Приднестровье». Ее наши люди покупают чаще всего. И такой сметаны на терраспольском молочном комбинате в сутки выпускают в несколько тонн. Никаких запасов не делают, чтобы в магазины каждый день приезжала только свежая продукция. 15-процентную сметану еще двух видов жирности столичный молочный комбинат в этом году представляет на конкурс «Приднестровское качество». Комиссии показывают, как разливают и упаковывают готовую продукцию. Отсюда сметана от ТМК идет не только в торговые сети. Школы, садики, больницы, а еще милиция и социальные учреждения тоже едят терраспольскую сметану. Вкус и запах чистый, без самолочный, без посторонних привкусов и запах. А это уже импровизированный зал дегустации. Все-таки конкурс качества, поэтому оценка идет по нескольким параметрам. Рядом со сметаной сыр «Плай» тоже участвуют в конкурсе. На комбинате его выпускают еще с советских времен. Он всегда пользуется спросом у населения и популярен очень. Люди любят его. В Молдавии это наш традиционный, можно сказать, продукт с помидорами. С летом, когда овощи есть, фрукты, люди с удовольствием его покупают. И зимой для бутербродов он натуральный сыр. Чтобы сохранять то самое высокое качество продукции, терраспольский молочный комбинат расширяет собственную сырьевую базу. У предприятия своя молочная ферма в Терновке. Недавно там открыли цех для выращивания коров. На ТМК стараются сохранить и свой коллектив. В текущий год у нас было два повышения зарплаты. Соответственно, нашли резервы внутренние и поддержали тех специалистов, которые у нас имеют определенную высокую квалификацию, для того, чтобы сохранить, чтобы люди сохранили свои рабочие места, было больше доходов. В следующем году столичному молочному комбинату исполняется 80 лет. К юбилею на предприятии готовят новинки. Будет новый сыр и несколько видов творожной продукции. А удастся ли ТМК получить статус победителя преднестровского качества, станет известно в декабре, когда подведут итоги конкурса. Ирина Руснак и Леонид Моздак, ТСВ